Товар с Алиэкспресс Ну, такая Совсем никакая упаковочка Вот такая вот штука пришла Самый интересный момент в этом предмете Заключается в том, что собран он По принципу автоматического ножа То есть у нас на корпусе Присутствует кнопка Нажимаем кнопку Стропорез раскладывается Снова нажимаем И складываем Одной рукой делать В первое время не очень удобно Но потом привыкаешь Главное, чтобы рука не была мокрой Потому что скользит Пружина довольно сильная Хотя сам клинок тонкий Но тем не менее пружина позволяет Его довольно резко И четко выбрасывать Что касается остальных характеристик То предмет очень небольшой Общая длина всего 6,5 сантиметров Даже чуть меньше При этом вес составляет всего 25 грамм Он легкий Материалы тут самые простые Какая-то абсолютно неизвестная Столюка Маркировка отсутствует На странице продавца я тоже не нашел Описание металла Ну, скорее всего, что-то самое дешевое Ну, а на рукояти у нас пластик Обычный пластик По фотографии им кажется, что это какой-то G10 Да, типа дешевенький Но все-таки G10 Нет, на самом деле это пластик Обычный пластик Но он сделан с такой фактурой Что создается впечатление Что это именно текстолит Но это всего-навсего Такой обман зрения Играться можно до бесконечности Как игрушка, очень штука интересная Ну, практичность, конечно, под сомнением Хотя, хотя Лезвие острое Здесь у нас такая комбинированная заточка На крюке у нас плейн А дальше у нас идет серрейторная заточка Бумагу режет с трудом И то только плейновая часть А вот Всякие там, не знаю Бечевки перерезает на ура Ну, давайте проверим Здесь у нас обычная бельевая веревка Так, сперва покажу плейнам Ну, а теперь серрейторной частью Серрейтор, кстати говоря Весьма агрессивный Ну, и классический тест, конечно же На паракорде Так, сперва на плейн С плейном тяжелее, конечно Ну, и серрейтор Вмиг Да, серрейтор агрессивный Но как его точить потом Это хороший вопрос Вот такая вот штука Опять-таки повторюсь Это скорее просто Для удовольствия покупка Практической надобности не было Но очень хотелось пощелкать При этом оказалось Что пружина довольно живучая Я уже нащелкал не одну сотню раз И пружиной ничего не стало Да Это радует Прикольная штука Но не более того Кстати, за свои небольшие деньги Выполнили не очень-то и плохо Нельзя сказать, что, конечно, отлично Но, тем не менее Берем во внимание цену Да, здесь у нас пружина Которая отвечает за открытие Около осевого А здесь у нас еще вторая пружинка Под кнопку Да Отливка, кстати Не самая плохая Даже я бы сказал Да Даже относительно аккуратно Отлито все Я скорее даже удивлен Клинок Ну Скажем так Не самый острый Он скорее рвет Чем режет Но это поправимо Но и за такую цену Ждать какую-то заточку Не стоило, конечно Качество торцов, конечно Немножко удручает Ну да ладно Берем во внимание цену И прощаем Так Это типа бэкспейсер Ну тоже Торцы, конечно, не Очень аккуратно выполнены Но тем не менее Ну и По-моему Пружина Замка тоже Это даже не замок На самом деле Это скорее карабин Пружина карабина Конечно Кривая Ну да Кривая Ну да ладно Кстати Торксы А здесь используются Именно торксы Они все идут У нас без фиксатора То есть Конструкция легко Разбирается И приводится в порядок А Приводится в порядок Потому что Конкретно в моем случае Конечно Было перетянуто И клинок не открывался Но это поправимо На самом деле Продолжение следует Продолжение следует...